Ну что, дорогие друзья, всем привет, с вами Bloodlinas и сегодня мы дальше проходим Letter. Конечно же, очень много времени прошло, но, опять же, переводили мы, можно так сказать, видосик этот. Ну, то есть, переводила Леса, я не переводил вообще ничего, я ничего не знаю на самом деле, что тут и как. Так что, спасибо ей огромное и спасибо огромное тем людям, которые донатили деньги, донатили на перевод и чтобы он был по-быстрому, да. Ну, по-быстрому, я не знаю, ну, попробуем хотя бы 2-3 серии, чтобы было в неделю, ну, я не знаю, посмотрим, как это будет. А если кто-то еще хочет, в принципе, помочь и тому подобное, то можете, вот, ссылочка будет в описании, там, на хлебушек или что-то типа такого. Ну, просто в примечании напишите, что это на перевод, вы донатите на перевод, если что. Так, Жонечке, спасибо, и еще один ник, блин, сложный ник, я на самом деле сейчас должен посмотреть его. И Лун, конечно же, спасибо огромное. Так, мне придется сейчас 2 диалога промотнуть, ну, ладно. Мы остановились на том, что мы играем за Зака, мы, к нам пришла Изабелла, и, в принципе, у них там что-то сейчас начинается. Вот, и тут, да, перевода, не знаю, тут перевод не с самого начала, конечно, ну, то есть, как не с самого начала, ну, тут больше переведено, чем надо. Ну, да ладно, вот, темнота встречает меня в тот же миг, как моя головушка, головушка, голова опускается на импровизированную подушку, и вот я могу только надеяться, чтобы сейчас эти сны обошли меня стороной, так будет лучше для нас обоих. И вот, идет 25 октября, вторник. Да, буду немножко, будет звук пропадать, потому что я буду на перевод клацать и там подобное, но, в принципе, я надеюсь, что вы дождались, вам понравится, и вы поставите лайчок за старание леса, потому что она переводила уже девушку в Скорлупе очень долгое время, которую, сейчас, которая в закрытом, можно так сказать, там, плейлисте находится, но надо бы ее в контакт залить. Ладно, первые звуков, пока еще приглушенных, достаточно для моего пробуждения. В конечном счете, эта ночь оказалась одной из тех, что проносятся в мгновение ока, заполняя разум туманными и неясными мыслями. Кто-то звонит нам уже, я слышу. Я поднимаю руку, чтобы стереть дремоту своих глаз, хоть это и не сильно облегчает сухое, жгучее ощущение, застывшее на вяках. С ножом же солнце еще только поднимается над горизонтом, но ночь уже уступает место холодному утреннему свету, омывающему весь мир нежными серыми тонами. Так вот, в такой час весь город все еще пребывает в застывшем состоянии. Обычно, когда я просыпаюсь не по своей воле, а от звонка будильника, приходится дважды или трижды нажимать на кнопку повтора, чтобы выцепить еще несколько драгоценных минут сна. Но сейчас этот непрерывный звон отбрасывает такую возможность. Уж лучше бы это были бы хорошие новости. Так, чуть потише надо сделать, очень громковато закорей. Так, я уже просто пипец, я так ждал долго перевод, я прям хотел тоже узнать, что там и как, потому что на самом интересном... Тут постоянно теперь самые интересные моменты остаются. Ну, будем как-то терпеть, вот и тому подобное. Так, лучше бы это было бы хорошие новости. Слегка пошатываясь, я подхожу к сумке у ножки кровати. Звонок не прекращается, даже когда я достаю из нее телефон и включаю экран и вижу вспыхнувшее на нем имя Эштона. Так, должно быть, это что-то срочное, раз он мне сбросил вызов до сих пор. Долго копаешься, Зимен? Эштон, сейчас шесть утра. Шесть утра. Еще даже солнце не возошло. Черт, даже мой мозг еще не проснулся. И прекрати называть меня Зименом. Уже 20 минут седьмого, Зак. Кто бы говорил, верни мне лишь... Лишние пять минут, Эш. Я хочу спать. Эй, не смейся надо мной. Тоже могу быть ранней пташкой. Если захочу. Интересно, куда они собираются там поехать? И что это все значит? Обычно ты не звонишь в такое время. Сегодня что, конец света? Прости, виноват. Будет для вас конец света скоро. Пару минут назад мне звонила Бека. Она искала Изабеллу, сказала, что прошлой ночью Таня не появлялась в своей квартире, и мы оба пытаемся ей дозвониться, но, видимо... Телефон отключен. У тебя есть идея, где она? Типа, да, она у нас спит тут. Я должен был догадаться, что первым делом с утра вы двое будете разыскивать ее. Это не шоуточное дело, Зак. Нам нельзя терять бдительность, учетом всего происходящего в последнее время. Ты уже слышал о Купере, той женщине из новостей. С недавнего инцидента весь полицейский участок просто стоит на ушах. О, я понял, что ты имеешь в виду. Видите, он намекает. Весь полицейский участок стоит на этом. Ну, хотя мы и так знаем, что он детектив, да? То есть, он, короче, какой-то... Ну, жесткий, походу, следователь, если знает о ментах. Хотя, ладно. Ого, я понял, что ты имеешь в виду. Слушай, а я видишь, насчет Беллы... Мой голос медленно угасает, и я не уверен, как изложить события вчерашней ночи. Надо ли ему вообще что-то говорить? Пусть он мой близкий друг, но в конце-то концов я не имею права рассказывать о том, что касается другого человека, ведь изначально это ее тревоги. Изабелла лежит на кровати, такая же неподвижная, как и тогда, когда я перенес ее туда прошлой ночью. Время от времени она накидывает свое одеяло на себя, и уютно прячется в него. Смотря на нее сейчас, легко забываю тот ужас в ее глазах или то, как сильно дрожали ее руки и губы. За исключением ее крепкой хватки за край одеяла, она оказалась почти такой же, как и была в любой другой день. Та епперный драндулет, я улетел. Почти. Хм, я не совсем уверен, как это все объяснить, когда... Зак, что с ней? Должно быть, что-то беспокоит, что-то беспокойство, то ли тревога проскользнула в моем тоне, потому что его тот тон тут же сменился. Осторожный словно, он готовится к худшему. Слушай, не нужно о ней беспокоиться, она сейчас со мной, по сути, из прошлой ночи. Я почему-то раньше об этом не сообщил. Ну, она как бы постучалась ко мне среди ночи, не мог же из-за этого будить вас обоих. Судя по тому, как долго обстояли дела, потому как обстояли, точнее, дела, на момент ее прихода я подумал, что сперва будет лучше позвонить ей, ой, позволить отдохнуть ей. Я просто не ожидал, что ее будут искать допения петухов. Петухов. Мог позвонить хотя бы, Бекка зашлась от беспокойства, когда обнаружила ее пропажу. Ночью, да, в 3 часа ночи. Хотя она, наверное, не спала. Ты же знаешь, она переживает из-за сущих мелочей. Знаю, знаю, извини, это было упущение с моей стороны, я просто не думал. Ладно, знаешь что, беспокойства Бекки не так уж и беспочвенные. Изабелла стала сама не своя, сама не своя с тех пор, как мы сходили на фильм. Может, это еще и до этого. Не знаю, следует мне затрагивать эту тему, но было, не говорила прямо, что этого делать нельзя, так что... Тогда в чем проблема? Я не совсем уверен, если честно. Я не сумел вытянуть из нее историю. То есть она переживала, но... Серьезно. А я думал, что к этому дню ты чему-то у меня научился. Дело не в этом. Знаешь, когда она появилась на моем пороге прошлой ночи, она дрожала. И когда я попытался ее расспросить, она просто впала в панику, у нее было перепуганное лицо. Я бы удивился, если бы видел такое впервые, но нет. Чувак, первый раз она кричала... Подожди. Подожди. Ой. Чувак, первый раз она кричала. Это он... Закари сказал. Чувак, первый раз... Когда это было? А когда она кричала первый раз? Ты ведь не кинотеатр имеешь в виду? Потому что... Это все было баловством. Честно говоря, я думаю, что ты переборщил с шуткой, но... А, это он, наверное, испугал ее когда-то в какой-то момент. Нет, это случилось на следующий день, когда она пригласилась нас на обед. Тебя там не было. А подожди, я же это не помню, когда она там кричала. Там она, наверное, опять увидела эту падлу, да, какую-то? Одну секунду мы просто шли и в следующую... А, и в следующую она же... А, все, вспомнил. Вот, когда в витрине увидела тень. Когда она в витрине увидела не тень, а даже вот ту фигню. Ну, вы помните, да? Буду откровенен с тобой. Это напугало меня до чертиков. Кажется, это беспокоило Эша, потому что он замолк после этих слов. Но каким бы ни было его мнение, оно не отразилось в его голосе, когда он заговорил со мной снова. Он всегда был хорош в этом, в сокрытии своих мыслей. Она говорила что-нибудь еще? Ничего. Она ничего мне не сказала, кроме пары туманных слов. Я не хотел на нее давить. Где она? Все еще спит? Да, рядом со мной еще спит. Не разбудите ее, сказать, что вы, ребята, ищите ее? Не нужно. Дай ей отдохнуть. Я заскочу через несколько минут. Сейчас? Сегодня? Today? Today это сегодня? Ну, но ты же работаешь в это время. Ну, то есть, я сам могу завести ее домой перед встречей со своим клиентом? Клиентом это, походу, наша Ханна. И Ханна, видите, на этот момент еще будет пока жив... Ну, не живая. Хотя я даже не знаю, что с ней случилось. Может, она... Я не знаю. Мне вот интересно. А что если бы мы кулон тут не искали? Короче, я честно скажу, видел случайно картинку. Чисто случайно я нашел эту картинку. И там было не как они танцевали, ну, в нормальном состоянии, а как она орала на этого, на своего, как его, не Ли, а... Ну, как его, ну, на мужа, короче, на своего. Как его, блин, зовут, забыл, Ли, Ли, Ли. В отношениях можно посмотреть. На Люка, е-мое, что-то я запутался одинаковые имена. Так, кто бы говорил? И она орала на него, и там картинка прям сделана. То есть, она, походу, что-то поняла, и она не такой дурочкой оказалась, как у меня в прохождении в конце. У меня гибкий график, конечно, насколько мне известно, тебе будет совсем не по пути. Она живет в противоположном у тебя конце города, и что определение не по пути немного провальное, знаешь? Отлично. В любом случае, надо сделать еще кое-что. Я тебя перезвоню, и я должен сообщить Беке, что эта трусишка в порядке. Пока. Короче, за ней поперешивали, все нормально. А, да, и тут мне еще леса говорит, что в дерево рутов можно посмотреть, на кого ты выходишь. Но это спойлер, и я не знаю. Я даже не знаю. Кстати, да, я сто процентов уверен, что вы за Закари захотите узнать. Поэтому, где этот Закари? Вот он. Хана познакомилась с Закари, с силом... А, это она уже... А, блин, это не то. Вот профили. Закари новая. Вот, можете прочитать про него все. Американец Агностика диплом по цифровой киноматографии. Любит пироги фотографировать. Фотографирование, фильмографию, документы, ля-ля-ля-ля-ля, тополя, видеоигры. Вот, до смерти родителей... А, они умерли, да? В Нью-Джерси, где его семья владелала закусочной пекарни. Вот, почему нам сны снились про пекарню. Он и его старшая сестра стали сиротами из-за преступления на почте ненависти. И они были вынуждены переехать в Англию, где жили их бабушка и дедушка. Он любил готовить, помогать старой закусочной. Она стала ленивым и бескорыстным после инцидента. Усугубило еще то, что он был одним из немногих чернокожих районов, где много жило белых людей. Короче, с ним там вообще жопа. Вот из-за этого он фильмы такие снимает. Блин, очень громкая музыка. Он нашел старые поляроиды. Кстати, а тут все на русском написано. Заметьте. Не на английском. Какого хрена? Так. Через фриланс. Ну, человек давно прицелил. Ну, короче, все ясно. Понятно, все понятно. Профили, там таймлайн. Можно, походу, почитать еще. Ха. Она делала его взамен на релику Эванса, которую она всегда носила с собой. Хелп. Неоткрытая запись в журнале. Почему-то про этого ничего нету. Но на русском, заметьте. А там все было на английском. Ладно. Так. Где мы остановились? Па-па-па-па-пам. А он положил трубку, прежде чем я успел вставить хоть слово. Несколько минут там и позже. Я ловлю себя на мысли, что просто слушаю, как просыпается остальная часть Лаксборна. Так, это оно, да. Нарастает звук движущегося транспорта. Да, суетятся, суетятся, готовятся к рабочему дню люди по ходу. Продавцы ближайших магазинчиков усиливается гомон толпы, гомон, расхаживающий по утреннему городу. Не самые умиротворяющие звуки после тревожной ночи. Но это повседневная рутина, тем не менее, успокаивает меня. Так, то, что комфортно, то, что безопасно, то, к чему я привык. Вот. И тут написано, ой, бляха, муха, как же неудобно. Вот смотрим профиль Зака. Важный для истории. День рождения 20 марта, рыбы 31 год. Перевела, да, леса, не зная того, что у нас уже перевод есть, но ей огромное за это спасибо. Просто нереальное. Так, а где же мы закончили? Я что-то не пойму. Я забыла. Рядышком чуть шевелится, но не просыпается. В блаженном неведении о том, что город оживает. Я сейчас посмотрю, где мы. Так, была ли ее ночь такой же бессонной, как у меня? Были ли ясными сны ее? Такие безмятежные моменты. Я завидовал ей. Я не пойму. А, вот, 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 я завидовал ей. Неоправданно и, возможно, немного несправедливо говорить подобное свете того, что случилось вчера ночью. Как же неудобно тут все это нажимать. Если бы только забывать, такое было бы так же легко, как и дышать. Так, легкий зевок вырывается у меня, когда я поднимаюсь с дивана и подтягиваюсь. Так, к счастью, короткий разговор с Сэшем успевает согнать всякое желание снова завалиться в кровать. У меня есть целый день на свои дела, независимо от пресловутых призраков, ожидающих своего участия. Он про свои кошмары, он говорит. И мы, да, вот, немножко не это, как бы, перематываем, а не дочитываем. Вот, оранжевая баночка, стоявшая на краю стола, успокаивающая, принимается, прижимается к моей ладони в тот самый миг, когда я подбираю ее, стерильный запах капсул, только и всего. Хотя я их, хотя по их весу, я никогда не привыкну. Много лет назад я тратил минуты, черт, даже часы на созерцание каждой таблетки перед тем, как их выпить. Теперь это обычная рутина, способ предотвращения нежелательных ночных визитов. Закаре вообще будет жопа, потому что, если у него еще кошмары были, а тут еще и сверху вот такая сейчас фигня пойдет, короче, пиздец ему будет сейчас. Однако же, не думаю, что доктор Навара был бы очень доволен, узнав, что я снова на них полагаюсь. Так или иначе, я обязан его навестить, особенно после того, как целенаправленно пропускал наши приемы и неделями игнорировал его звонки. Вырывается еще один вздох, слабый, усталый, ледку в рот. Нельзя, нельзя, кстати, привыкать к лекарствам, ко всяким, так что, блин, это хреново, что он на них только полагается. Зак, сколько сейчас времени? Потому что ты потом без них не сможешь вообще. Баночка, зажатая в моей руке, ударяет по столу немного сильнее, чем необходимо. При всем том, что я доверяю своим друзьям, есть вещи, которые я бы предпочел оставить при себе. Доброе утро, Белла. Хорошо спала. Кстати, я по Заку вообще не сказал бы никогда в жизни, что он такой вот, ну, у него сокрытый, такие моменты в его жизни. Он как Сайори, просто-напросто. Она ответила на вопрос долгим протяжным зевком, напоминающий детский. При виде этого и не сумел сдержать смешок. Так ее легко спутать с кем-то совсем молоденьким, неготовым к ответственности. С кем-то неопытным, незрелым даже. Легко забыть, что ей пришлось тянуться в роль взрослого человека раньше, чем она смогла бы позволить себе какие-то мечты. Легко поглядеть, как поразительно исполнительна она бывает временами. Возможно, не на том же уровне, что и Эш, который проводит свои расследования, или Бека, которой нужна ее работа. Но это определенно достаточно, чтобы воспроизвести все, что она видит на холсте. И если она что-то передала своим взглядом, метнувшимся к столу моей руки, так это то, что на этот раз я не сумею избежать вопросов. Совсем немного, хотя я не помню, как очнулась в кровати. Совсем немного, хотя и не... Ой, блин, я перечитываю. Это я сделал. Мне показалось, тебе не очень уютно было спать на диване. Вот, ты вся скрючилась. Этого хватило бы для временной ночевки. Прости, что заняла твою кровать. Да ладно тебе, это не важно. И какой бы из меня был джентльмен, если бы я оставил леди спать в таких неудобных условиях. Только не в этом доме. Моя бабуля устроила бы мне крепкий нагоняй, сделай я такое. Точно я тебе говорю? Его хорошо воспитывали. Спасибо большое, Зак. Я знаю, что я вломилась в самый неподходящий момент. Той ночью я... Я правда действовала, не подумав, и... Эй, да, все круто, Белла. Я не злюсь на тебя. Так поступают настоящие друзья. Вы, ребята, можете заявиться в любое время, в... в любое время дней и ночи. Правда, я же частенько злоупотребляю этим, но я не против. Будь мы здесь все вчетвером, нам может и негде было бы развернуться, учитывая размеры этой комнаты. Но пока никто ничего не взорвет, все в полном порядке. Нормально. В порядке я или нет, но все равно обязана тебе затея хлопоты прошлой ночью, особенно если ты... Обеспокоенное выражение мелькает на ее лице, когда она бросает очередной беглый взгляд на стол и на баночку, что удерживает каждый мельчайший фрагмент с плохими воспоминаниями на безопасном расстоянии. Кровь, что расплывается над сердцем папы, перепуганное лицо мамы, наблюдающая за тем, как он безжизненно падает на землю, каждый грамм злобы, сочившийся из улыбки незнакомца. Их, походу, убили. Вам здесь не место. Вам, обезьянам, здесь не место. Офигеть. Видите, короче, расисты. И убили, походу, их родителей. Вот почему кошмары и тому подобное. Ну, короче, жопа, короче. Этому никогда не будет конца, да? Ну, кажется, тебе было не очень хорошо. Дай мне знать. Ладно, я помогу, чем смогу. Она слегка кивает головой в сторону баночки. Вопрос без фактического спрашивания. Мне кажется, что этот перевод в миллиарды раз лучше, чем тот, который был. Просто вот я вот читаю и наслаждаюсь переводом. Мне не надо вот это вот как бы понимать еще что там, как там. Все классно, короче. Однако, несмотря на все, ее не даст. Так, вот. Так, это оно же хотя бы, да? Или не оно? Подожди, я улетел или не улетел? А, вот, да, я улетел немножко. Деликатность никогда не входила в список ее примечательных достоинств. Ну, прям сейчас даже Эш поразился бы и а то бы и дар речи решился. Она оставляет выбор за мной, вот, вне зависимости от того, дам ей ответ, который она хочет услышать или нет. От нее исходит отрепроницательность, если вы спросите меня. Вот. Ага. И вот тут рассказать ей правду или обмануть. Я, конечно же, расскажу правду и тут и Леса перевела также. Так, отношения. Видите, у нас отношения побольше. Не знаю, может быть, потом... Блин, зачем я на Хану тогда проходил так плохо? Ну, ладно. Мы, наверное, как-то, я не знаю. Ну, и плохие бы концовки посмотреть, но обманывать тут разве есть смысл? Но это всегда нелегко. Так ведь я имею в виду говорить о личных проблемах. Такого никогда не будет абсолютно точно. Я уже очень долго стою на этом пути. Я осознал это уже давным-давно, когда раны были еще свежи. А эти сны стали привычными привычным ночным явлением жить дальше с верой в лучшее. Сейчас это нормальное состояние для меня. Я могу только совладать с этим. Вопрос, повисший в ее взгляде, мог и не иметь под собой никакой основы, рожденной из простого любопытства и искренней заботы о друге. Ну, вообще-то, я не обязан ей объяснять. Но среди всех людей, с которыми я особенно близок, она, возможно, одна из немногих, кому я могу поведать об этом. Быть может, она поймет далеко не все. Я могу и не надеяться на это. Так, ой-ой-ой-ой-ой, сейчас. Нет, не на полное понимание, но не на полное понимание никогда, вот. Так, однако, это заставляет меня ожидать от нее слишком многого и выдать слишком много то, чего мне не под силу. Так, ага-ага, подожди, ask for him. Вот, однако, несмотря на все эти недостатки, я могу быть уверен, вот, что она меня выслушает. Это все, что я могу у нее просить. Виноват, я надеялся, что ты никогда не увидишь меня с ними. Таблетки слегка гремят в баночке, когда я осторожно оставлю ее обратно на место. Она всегда стоит с неба на небольшом участке вблизи от ноутбука рядом с правой рукой. В пределах досягаемости напоминание о том, что нельзя пропускать каждый божий день. Что это, что-то плохое? Я думала, что это может быть лекарство от простуды, как у Бекки. Хочешь, я принесу тебе чего-то из магазина, супчик там или еще что-нибудь, супчик. Рядом с домом как раз есть один. Я могу быстро разгонять и... Нет, это не из того разряда. Я совершенно здоров. Об этом очень трудно говорить, но можешь пообещать, что хотя бы выслушаешь меня? О чем ты, Зак? Насчет чего ты, да? Мне уже давно следовало бы рассказать тебе все на чистоту. Ну, я что-то узнал обо всем даже без моего рассказа, но ты сама знаешь, каков этот парень. От него ничего не скроешь. Если тебе трудно говорить мне об этом, ты не должен себя принуждать. Я забуду, что видела что-то и не буду задавать вопросов, обещаю. Нет, и должен... Должен же я в конце концов облегчить свою душу. Да и... Уже затронули эту тему, а чего бы не закончить то, что я начал? Ну, если ты так говоришь, как пожелаешь, типа. Она садится на диван, ее поза легкая и открытая, улыбка искренняя, словно это простой очередной будничный разговор для двух друзей. Хоть разговор предстоит не из таких, не из таких ее открытого расположения, достаточно для того, чтобы унять приступ тревоги и грозящихся выйти наружу. Что ж, я послушаю. Что она и делает. Так, feels like, я чувствую себя, как вчера. Так, я слушаю, да? Что она и делает. Верная своим словам. Она слушает льющиеся из меня историю о маме с папой, а то небольшой старой закусочной через пруд о том, что осталось во мне в тот день. Я много чего уже и не вспомню. Сейчас моя собственная версия происходящего без стрела, пропущенными тут и там деталями минувшие года выветрили большую часть моих воспоминаний об этом инциденте. За исключением того самого момента в кухне. Звон оружия столь же ясны, как и в тот день. Даже маминой истеричные крики в тот миг, когда папа падает на пол, застывает и под ним растекается кровь и вооруженный человек. Он улыбался. Он улыбался, когда папа открыл дверь и пригласил его. Он улыбался, когда прострелил грудь маме и голову мамы. До этого я слышал истории о том, что мир может оказаться жестоким местом для таких людей, как мы. Я не верил этому вплоть до случившегося. Бабушка с дедушкой взяли нас к себе сразу же после этого меня и сестру. Они вылетели из Нью-Джерси сразу же, как услышали новости. Через несколько дней маму и папу предали земле и мы получили новый дом вдали от континента. У меня даже не было возможности захватить свою любимую подушку. Они говорили, что смена обстановки хорошо повлияет на нас. Они даже представить не могли, что здесь меня будет преследовать призрак другого рода. Я ожидал вопросов по большей части наполненных детским любопытством и возможно тех, на которые будет нелегко ответить. Но к ее чести она просто сидит вся обратившаяся в слух и смотрит на меня безо всяких ожиданий или лишнего суждения во взгляде. Она кажется мудрее и старше. В нее легко увидеть опору семьи. В ней, наверное. В ней, да. Ее младшим братьям и сестрам повезло, что у них есть она, да? Что она у них есть, да? Когда я заканчивал свой рассказ, она обнимает меня, обнимает меня и, да, наверное, тут. Немного неуклюже, учитывая разницу в нашем росте, но это показывает ее чувства. Но трудно ответить на это в той же манере, если мне вообще нужно как-то реагировать на фоне моих прежних опасений. Она поспешно отстраняется с улыбкой на лице. Это не та реакция, которую я себе готовил, но, безусловно, получше того, что я на воображал. Уф, и ты ничего мне не скажешь? А мне что, полагается что-то сказать после этого? Например, извиниться или что-то в этом духе? Я не думаю, что это уместно, но если ты хочешь это услышать, могу я придумать что-нибудь быстро? Да не очень-то я хочу. У других людей, как правило, есть что сказать. И эти слова совсем не обязательно приятные. О, тогда ладно, не буду. Да и придумать ничего не могу. Прости, я не очень хороша в этом деле. Слово, кто еще знает? Она такая отреагировала, типа, ну, типа, чтобы, наверное, Зака, наверное, не расстраивать или ей пофиг просто. Ну, вряд ли ей пофиг. Просто она не хочет его расстраивать и говорить, придумывать, типа, ой, там да, как все плохо. Да какая разница, уже что-то произошло и она ничего не сделает. Моя сестра, моя старшая сестра, бабушка с дедушкой, Эши, теперь ты. Возможно, следует рассказать Ребеке тоже, но не сейчас. Ага, не сейчас. Когда буду готов, как сегодня? Не уверена, как охотно выслушает она тебя, когда это произойдет. Не сомневаюсь, я больше боюсь, как она отреагирует после... после... Ну, все равно... Ну, не все сразу, да? Фух, я чувствую себя на удивление хорошо, изгнав в этой своей груди. Я немного опасался, что ты рассердишься за то, что не рассказал тебе раньше. Я не сержусь, просто удивлена, ты не показывал никаких признаков, я не подозревала. Полагаю, такое часто случается, правда же? У каждого из нас есть собственные... Ох, какое там слово быка использует? Внутренние демоны? Да, только это не внутренние демоны, а переживания, скорее. Но это твое личное дело, я понимаю, почему ты предпочел, чтобы об этом знала малая горстка людей. И что же это? Ну и... Ну и последние пару недель были нелегкими для тебя. И я не хотел нагружать тебя еще больше. Особенно после прошлой ночи. Что-то мелькает на ее лице, быстрое мимолетное, оно исчезает, прежде чем я успеваю осознать природу этого. Ты в порядке? Я, блин, думал опять какой-то монстр там. Да, не волнуйся, я буду в порядке. Слушай, насчет прошлой ночи... А, неважно, сейчас не лучшее время. Но не вздумай снова лежат со сна, хорошо? Самое главное, что ты высказал все, что лежало у тебя на душе, и если я тебе понадоблюсь, я буду рядом. Наверное, я почувствовал облегчение. Ее слова звучат очень успокаивающе для моих ушей. Наверное, в один из этих... в одних из этих словах я могу найти поддержку, зная, что у меня есть человек, на которого можно положиться в случае непредвиденных обстоятельств. Но почему-то я ловлю себя на мысли, что беспокоюсь больше за нее, чем за себя. Я попробую еще раз вытянуть из нее ее собственную историю, если получится. Но я прекрасно знаю, как все пройдет, и сомневаюсь, что доблюсь каких-либо результатов, насильно заставив ее говорить. Как бы я не хотел сымитировать Эши, я могу спросить лишь то немного, что мне выльется потом нечто провальное. В лучшем случае, она не будет общаться со мной неделю. В худшем. Ох, я бы предпочел не рисковать и никогда не видеть ее разозленной. Мы вообще не видели ее разозленной, и она вообще ходит постоянно улыбается там и тому подобное. Такая девушка нормальная, короче. Явная раздраженность, направленная зачастую на Эша, может быть, на разгневанность никогда. Что там говорится о счастливых людях, когда они приходят в ярость? Они какаются по себе. Кроме того, это было нечестно по отношению к ней после нашей маленькой беседы. Так мы поедем? Поедем, может быть? Похоже, ей полегчало отрезка смены тем, ее живот словно бы ждал сигнала, все это время заурчал при упоминании еды. Довольно громко, по правде сказать, по правде сказать. Ну, хорошо, миссии, сейчас мы тебе что-нибудь сготовим. Миссии это шутливое обращение к молодой девушке от типа, которая, мисс типа, но лучше действовать быстро. Если бы лес не написал, я бы так и не понял, к чему эта миссия. Но лучше действовать быстро, иначе твой живот устроит нам революцию. Не подкалывай меня, я не такая уж и голодная. Ну, может, чуть-чуть. Я не думал, что все будет таким образом, я пропущу вчерашний ужин. Теперь мы имеем один протестующий пустой желудок. Я извини, но придется обойтись без изысков, у меня мало запасов. наверное, надо будет заскочить в гастроном после утренней встречи. Я могу быстренько сбегать вместо тебя, если хочешь. А, не надо, у меня предостаточно продуктов, чтобы состряпать что-то путное, наверное. Я всегда могу сымитировать, если нам будет не хватать ингредиентов, мы же собираемся получать мишленовский статус трех звезд. К тому же, разве я не говорю, что ты мой гость? Это такие филиппинские... Или это... это филиппинские штучки, или просто Ребекка на тебя так влияет? У нее вырывается мягкий смешок, но в ее взгляде это не отражается. Ни то, ни другой ответ, ни то, ни другое. Причем в том, что оставшись без дела и поручения, она вспомнит. Она вспомнит. А, впрочем, мне понадобится помощь с запеканием картошки, пока я буду разбираться с сокороком. Справишься? Чего? Думаешь, я только лапшу умею готовить? Заливать кипятком? К твоему сведению с закрытыми глазами могу сделать неплохую паэлью. Все мои малыши любят ее паэлью. Что это такое? Не сомневаюсь. Ну что ж, мне кажется, я знаю, что нам сделать с теми лишними ингредиентами. Так, мы сейчас готовить, да, или что они там? По сравнению с огромными усилиями что-то долгая такая прям серия, как они там это, но мы же должны за закол знать как-то, да, потихонечку, чтобы мы за каждого персонажа будем узнавать. Тут у каждого персонажа есть своя история и серия будет, аж целый час, скорее всего, поэтому, ну, потому что серий долго не было и перевода тут еще, ну, нормальненько так перевода. Ой, так что я думаю, что, блин, случайно нажал на кнопку. Так что, друзья, можно так сказать, вам, если вы ждали, будет хорошо. Так, по сравнению с огромными усилиями, затраченными на поддержание беседы в легком русле, готовка оказалась занятием размеренным и спокойным. Вот, при непрерывном стуке ножа по доске к приглушенным звукам телевизора, который оставил включенным, нам стало на удивление трудно подобрать слова. Так, а где же мы закончили? Не то, чтобы мы слишком, не то, чтобы это слишком странно, но у нас же бывали такие моменты, но это определенно нервирует, если принять во внимание всю ситуацию. Так, а где же я становился, я не пойму. Так, ага, вот тут, я реально, а, и вот, и реально кто-то постучался в дверь, мне очень хотелось бы, чтобы кто-то, а, мне, то есть, хотелось бы, чтобы кто-то пришел и постучался в дверь, я никогда не умел делать первый шаг или поддерживать разговор, это всегда было по части Забелла или Ребекки, а иногда и по части Эша, хотя большинство его тем граничит с неловкостью или смущением. Кстати, об этом парне, он так и не перезвонил, и я готов сделать ставку на весь свой годовой оклад, что он снова свалится спать после того звонка. О, кто-то постучал. Это, наверное, он и есть. Извини, была, не могла бы ты... А, поняла. Кстати, картошка уже почти готова, я убавил огонь на всякий случай, но ты можешь проверить. секундочку, сейчас я подойду. Это, наверное, Эш, да? Блин, да подожди ты, если будешь так дверь дупасить, она сломается. Эш, ох, прекрасно, ты проснулась. Ну, что, зависание вот это вот, постоянное зависание, не пойму почему. Как только персонажи появляются, почему-то провисает, провисает. Эш уже вошел сам, когда я отвожу взгляд от духовки. Он никогда не заморачивается рамками этикета, сближаясь с людьми. Такой уж он парень. Все 13 моих замков, которые он сломал, служит доказательству этому. Хм, но он хороший парень. Может, слегка неприветливый, на первый взгляд, но заслуживает доверия. Просто не работаешь сегодня. Могу у тебя спросить то же самое. Здорово, Зимэн. Ты припозднился, что-то случилось? Не завязывай с этим, завязывай с этим Зимэном, это становится заезженной темой. Извини, я задержался в участке на пути сюда. Пришлось, в первую очередь, эээ, так, пришлось в первую очередь уладить эту проблему, прежде чем она выйдет из-под контроля. Я бы рассказал тебе, но ты же знаешь, как бывает с такими вещами. Может, попозже. Это здесь потому, что... Что такое? Мне не позволено прийти и поприветствовать вас. Не думаю, что ты здесь из-за этого... Или не ответил на мой вопрос? Ой, виноват, виноват. Забыл упомянуть об этом. Он звонил раньше, разыскивал тебя, Ребекка. Беспокоился, что ты не пришла домой ночью. Так, позвонил бы на мой телефон. Ты не брала трубку? Короче, мне бы очень не хотелось перерывать наши маленькие дружеские посиделки, но сейчас мне нужно быстро в другое место. Собирайся, Белла, я отвезу тебя домой, высажу тебя по пути. Подожди сейчас. Она не поела ничего. Какая разница? Как будто бы этот не мог бы отвезти ее. Что они, блин, это как будто бы, я не знаю, как маленького ребенка. Он легонько хлопает рукой по ее руке, начинает уводить ее из квартиры, и когда они проходят мимо, они принуждены машут мне рукой. Я забыл уже напротив отнюдь не восторги от этой идеи. Так. И прямо прежде чем он успевает пересечь порог, она твердо ступает на землю, вынуждая их обеих остановиться. Обеих? Обоих. И это застигается высокому мужчину врасплох. Из-за этого получилась бы забавная картина. Только Кэш чуть не врезается в нее, и как Изабелла одаривает его возмущенной гримасой поверх своего плеча. На его лице удивление и смущение одновременно. Те две эмоции, что он показывает довольно редко, потому что ему удается их скрыть. Речащий момент даже в кругу нашей маленькой группы. Если бы только у меня была камера под рукой. Черт, а вон она лежит. Что такое? Зак, что приготовил? Это просто еда, я куплю тебе что-нибудь по пути домой. Но это не просто еда, но это еда, я приготовил Зак, настоящая вкусная еда, которая действительно пахнет как еда. Давай же оставимся и попробуем, попробуй ее хотя бы, пожалуйста. Зак, ну помоги мне. Эти двое всякий раз, когда они оказываются в одном помещении, создается впечатление, что это непослушные детишки, а не два взрослых человека. Вот они уже погружены в приятную беседу, а в следующие мгновения спорят о второстепенных вещах. Честно говоря, если бы я не знал их так хорошо и имел бы бурное воображение, то сказал бы, что между ними что-то происходит. Я и не имею значения, что эта идея совершенно немыслима. или быть может я делаю слишком вольные интерпретации, как всегда. Так. Эш точно зайдется смехом, если я выскажу предположение, однако ты... Вот, и тут я приготовил трапезу, я знаю, ты занят. Ну, вот это вот первое я приготовил, короче. Статус соотношения, какое отношение у нас? Ну, с Изабеллой хорошее. Таиш с Эштоном тоже самое. Я не знаю, как вы там... Подожди, не знаю, как вы, а я считаю, что вам, ребят, нужно остаться. Я наготовил уже достаточно еды на со всех и было бы расточительно оставить ее нетронутой. Итак, я приготовил особенно медовый глазированный окорок, о котором вы постоянно болтаете и добавил к нему картофельный гратен с луком и чеддером. Бле, я сейчас слюной просто залью весь пол, просто звонит таймер духовки. Я попробовал такое. Я посылаю им двоим извиняющийся взгляд и прохожу на кухню с рукавицей в руке. Сейчас нам покажут вот это, что он сделал, мне кажется, потому что всю еду показывает. Сладкий аромат глазури, острый запах расплавленного сыра расплывается по воздуху вскоре после того, как я открываю дверцу и извлекаю изнутри два поддона. Дразнящий аромат мгновенно заполняет всю комнату и не думает простаиваться даже с открытыми дверью и окнами. Он настолько заманчивый, что когда я ставлю блюдо настолько громко урчит другой голодный желудок и вслед за этим слышится смешок. Моя голова мечется от одного из них к другому и я не могу скрыть улыбку, наблюдая за их видом. Изабелла цепляется к двери в качестве своей опоры, согнувшись напополам от распирающего смеха. Конечно, более сдержанный из них пытается выглядеть бесстрастным, но наивысшую щеки набегает краска. Становится очевидно, чей живот подал этот звук и Изабелла не собирается просто так сглаживать это. Походу, у Зака там... Ой, у Зака, у Эша животик уже это... Ты не можешь отказаться от предложения от предложенной тебе бесплатной еды, Фрей. Я ни от чего не отказывался. Черт возьми, я просто соскучился по этому блюду, вот и все. Ой, кто-то у нас тут покраснил. Замолкни, те парни в участке сказали, что это срочное. Кто-то ведь должен быть ответственным за это. Ам... Ну, просто золото, а не человек, ага. Именно. Знаешь, если будешь так и дальше смеяться, то взорвешься. Уверена, это будет не так-то плохо, как внезапное бурчание твоего живота, словно у изголодавшегося. Окей, чуваки, давайте же будем кип... Давайте не будем кипятиться, еда остынет. Если мы будем продолжать в таком духе, давайте не будем кипятиться, за вас это сделать, чайник. Ха-ха-ха. Эш, ты остаешься? Почему бы и нет? Трусишка так упорно настаивает на этом. Покажите нам. О, а вот и еда. Хартимил. Вах, как они... Господи, что это такое? Оно с сыром или типа такого? Блин, красиво, красиво. А я есть хочу. У этой взгляд, у как ее, Изабеллы такой, как будто бы она вообще там не еду видит, а непонятно что. Ах, вы падлы, жрете. Так, ладно. Мы наконец-то устроились за столом после того, как разложили еду. Насмешки сменились дружеской болтовней по большей части о вчерашних новостях. Однако же мы сознательно избегаем упоминания о главном нашумевшем событии. Если вы спросите, типа, почему тут так долго вот такая вот фигня, где уже ужасы и тому подобное, друзья, всегда в хороших новеллах между жестким моментом должен быть какой-то момент такой вот, ну, простяцкий такой, смешной и тому подобное. Тем более, это вроде триллера, если я не ошибаюсь. Ну, как триллер. Тут есть и комедия, и повседневка, и хоррор, и то, и все. В настоящем, в хорошем произведении должно все быть такое, чтобы это было похоже на реальность, да, там, и чтобы ты проникал, в нее. Так что, если кто-то, ну, как бы спешит, то это уже, если спешить и делать один хоррор, то это уже будет скучняк. Вот. Смерть не считается, то есть, ты должен между этими, как бы, ну, вы поняли, да, смерть не считается хорошей темой для обсуждения за едой, приличной компанией, на этот, и в этом случае, особенности, раны еще слишком свежие, не зажили. Я бы по всей, я бы по всей вероятности тоже избегал этой темы, если бы находился в ее положении, и близко знакомый мне человек умер таким ужасным способом, хотя, возможно, этот разговор мог завязаться с высокой вероятностью в том случае, если снова поднять эту тему со скандально известным особняком. Но даже так, мы осторожничаем, Эш и я. Наверное, на час точно серия будет. Но, так, ну, мы ведем разговор в беззаботной манере, обходя стороной ее умершего делового партнера. Это меньше, чем, что мы сможем сделать. Райты? Ага, они скоро переселятся, на самом деле. У них уже все спланировано. Вечеринка в честь новоселья. Видите, то есть, там вечеринка пока еще не наступила, а у нас это. Но все равно мы заходим все дальше и дальше. Вот. Вот почему они так хотели, чтобы мы поскорее закончили с бумагами. Они хотели разослать приглашение как можно скорее. О, теперь я понял. Понял что? Помнишь, что я сказал в прошлой ночи о новых клиентах? Очень смутно. Прости, я вчера была немного выбита из колеи. Это фотосессия? Да, как раз таки для человека, которому вы продали дом. Эрма, Эрмен, Эрма, что там? Тебе, Эрменхаус, наверное, или как там. Теперь после твоих объяснений мне стало понятно, что мой босс отнюдь не просто хотел, чтобы я отдал приоритет этой паре. А, так. Если они могут получить все документы по щелчку пальцев, значит, они более влиятельные люди, чем я думал изначально. Господи, я полагаю, что мой босс ожидал намного больше вот этого проекта, чем я сам. Надеюсь, я смогу оправдать эти ожидания. Твои фотографии очень хороши, Зак. Ты, наверное, выиграл бы международный конкурс, если принял в нем участие. К тому же, мадам Хана не притязательна, пока ты четко следуешь своему указанию. Проще сказать, чем сделать. Разные клиенты имеют разные вкусы, в конце концов. Все же, одна неделя, не думаю, что такое возможно. Ну, кстати, да, они хотели, чтобы все завершилось максимально быстро. Если честно, это не то, чтобы диковинное, но все равно подозрительно. Подозрительно странно, наверное. Все равно странно, так. Оговорка, едва заметная даже для тех, кто уже знаком с повадками Эши, однако, в тот момент ее невозможно было пропустить мимо ушей. Я посылаю ему вопросительный взгляд, но он игнорирует его. Весьма показательно. Не могу сказать точно, так ли это. Мы... Я просто... Я просто посредник все-таки. Как бы я не хотела высказаться по этому поводу, я знаю всего лишь, что лежит на поверхности без каких-либо нюансов. Просто Брайер, агентство недвижимости, вот во главе с моим боссом подключились к работе с юридическими документами в этот раз, несмотря на то, что для этого есть специальный отдел. Может, Райт тоже помогал, мистер Райт? У них ведь есть своя юридическая команда, так? Ну, должна быть, особенно, когда дело касается большой собственности. Да, у них есть команда, но, как я и сказала, от нас это не требовалось. Мы с Роуз не занимались такими вопросами в офисе. Но, во всяком случае, для этого... Для меня это означает лишь то, что я могу выслать остальные деньги на папино лечение чуть раньше. Полагаю, в этом есть большой смысл. Официально заканчиваем с нашей лапшичной диетой, да? Эш, если кто-нибудь когда-то тебе... Кто-нибудь говорил, что... Подожди, у тебя есть что-то поразительное умение портит настроение. Что, я просто говорю, будешь и дальше набивать рот этой едой, и через пару месяцев точно станешь похожа на чашку для лапши. О, какая прелестная картина. Но, если она будет только лапшой, то если все, больше ничего, то я не думаю, что она вообще растолстет и тому подобное, потому что, блин, ты, кроме как это, больше она ничего не ест. Что, я просто говорю, ага, о, какая прелестная картина. Зато я не живу за счет еды из круглосуточного магазина. И не взрываю бедные, ни в чем не повинные скороварки. Что, как ты... А, да неужели, Зак, скороварку взрывают? Извини, оно само вспомнилось, пока мы готовили. Я впечатляю на Эштон Фрей. Это было даже в новостях что-то такое. Это было всего лишь один раз, и не такой уж большой взрыв был, каким ты себе его воображаешь. Ну, конечно, а заодно давайте сделаем вид, что не узнаем, как ты чуть не испалил мою квартиру. Эй, это была случайность? Ты сам сделал салатыш? Можем, может мы выберем другую тему? Прошу. Это сработало, непрернужденный разговор, безобидные подразивания, бытовые истории. Все это до того интересно, что время прилетало незаметно. К концу обеда тени больше не заволакивают мой разум. Чувствует ли то же самое и забыла, какие бы проблемы ни терзали ее, я определить не могу. Ведь эти эмоции беспокоятся, страх, или не так-то их не так-то просто увидеть, и не так-то просто забыть. Отправляйтесь вперед, мне нужно поговорить с Заком кое-чем. Я спущусь через минуту. А замешательство на долю секунды вспыхивает в ее глазах, когда она ловит брошенные эшем ключи, но он не дает ей ответа и делает знак рукой, чтобы она шла вперед. Как ты можешь быть уверен, что я не угоню твою Ширли? У тебя даже нет лицензии, ты вообще знаешь, как это делается? Папа меня учил, может статься, что я вожу получше тебя. увидимся, Зак, спасибо за угощение. Обязательно всегда вставляешь последнее слово, да? Всегда пожалуйста, я пришлю тебе сегодня рецепт для Гратена. Ухмылка вновь появлялась на его лице, на ее, когда она уходит, закрывая за собой дверь. Кроме того, фу, то есть кое-какое время после того, как мы остаемся одни, не издает ни звука, прислушиваясь, он ждет, когда стихнут его шаги в коридоре, он ждет, когда стихнут ее шаги в коридоре, да. Прежнее веселье ушло с его лица, сменившись на то, что можно было описать только как смятение, я знаю этот взгляд очень даже хорошо. Судя по всему, он ожидает, что в скором будущем потерпит неудачу. Это было не очень приятно, что это было с Изабелой ранее. Обычно ты более проницательна со своими вопросами. Они наняли тебя? Наняли меня кто? Наняли меня тему, что происходит на самом деле? Райт и Люка Хана Райт, ты упомянул, что твоя следующая работа связана с ними. И в этом все дело? Просто будь осторожнее с ними, ты понятия не имеешь, с чем можешь столкнуться, когда речь заходит об этой парочке. Да там, понятное дело, что там жопа какая-то будет. Я бы предпочел, чтобы ты держался от них как можно подальше, но уже поздно. Айза была их агент по продажам недвижимости. Серьезность всех людей в Лаксборне. Ладно, полагаю, мне придется поверить тебе на слова. А он кивает, утешающий хлопает меня рукой по спине и разворачивается, чтобы уйти без лишних слов. Он никогда не умел говорить прощальные слова. Чаще всего он становится неуклюжим, когда хочет что-то сказать, но его действия говорят сами за себя, когда как признателен за доверием. Он дотягивается до дверной ручки сразу, когда ходит до двери, но не поворачивает ее. Вместо этого он оглядывает и указывает головой на направлению стола. Мне не нужно следить за линией его взгляда, чтобы понять, о чем он собирается спросить. Скорее всего, он обратил на нее внимание еще в тот момент, когда зашел в квартиру. А таблетка, да? Ты вернулся к ним? Я уже год не видел, чтобы ты их принимал. Да, мне пришлось как-то. Мне стало плохо после кинофестиваля, но я про сны. Не думаю, что в ближайшее время снова возьмусь за фильмы. Слышал об этом? Все же не бросай это занятие. Ты же не хочешь, чтобы Ребекка тебя отчитывала. Она поясни, наслаждается твоим фильмом, а ей трудно угодить. Считай, это маленькой победой. Тебе не нужно мне это говорить, она уже это и так сделала. Ребекка и Изабелла устроили мне разнос после того, как я завел обратно. Пообещал им, что не буду бросать типа фильмы, да? Хотелось бы надеяться, что когда я буду чувствовать себя лучше, я смогу обдумать это как следует. Кстати, Абелле, она не открылась мне, но может тебе и Ребекке? А, я попробую. Ну, ничего не, ничего обещать не могу, но я поговорю с ней, короче. Спасибо, это все, о чем я прошу. На этот раз он не обернулся, дотронувшись до двери и позволил ей закрыться у него за спиной. Мягкий поток воздуха устремился в комнату, когда я запираю дверь за ним и слегка ворошит бумаги настоящим рядом холодильники. Одинаковая записка, одинокая записка вспахивает и приземляется к моим ногам. Буквы на ней глядят на меня и в безмолвном напряжении. Особняк Эрмингард Икс Райт 11 утра. Вот он сейчас поедет туда, да? За предупреждение Эш, эти слова теперь несут иное значение. Так вот, почему он там так реагировал хреново, когда она его фотографировала. Мы что, в одной комнате будем что ли находиться? Следующие два дня проносятся словно ураган, оставив позади кучу внезапно свалившейся работы и новых непредвиденных знакомых или друзей. Так, зависит от того, как вы на это смотрите, по правде сказать. Так или иначе, застрял на обработке фотографий в три часа утра, чтобы успеть до крайнего срока, установленного крайне нетерпливым арт-директором. То есть, он уже сфоткал, да? Не поймите неправильно, Джиллиус отличный человек с развитым воображением и знает, чего хочет, но черт возьми. Иногда он чересчур пылает энтузиазмом. Какая разница, если все равно не можешь заснуть? В этом нет ничего нового, конечно. За долгие годы работы независимым фотографом я успел привыкнуть к этому. Знакомиться с людьми, строить клиентскую базу, хорошо выполнять свою работу, разменивать деньги в поздние часы, если нужно. И снова, и снова. Разумеется, на то, чтобы отыскать точку опоры в своей сфере деятельности, потребовалось кое-какое время, но такого рода вещи окупаются в будущем, пока вы готовы идти до конца. В течение времени вы можете пополнить свой список клиентов видными фигурами. Такими знаменитостями, как Райты, к примеру, я никогда ими особо не интересовался, но на поверку невозможно не слышать о них, когда местные новостные каналы или газеты постоянно находят, что о них рассказать. Вечеринка здесь, приобретение тут. Иногда это новое бизнес-начинание, а в других случаях повседневные сплетни, что неизбежно сопровождают таких популярных людей, как они. Я никогда бы не смог даже вообразить, что в итоге буду работать с такой высокопоставленной парой. И между тем событием, последовавшей за ним суматохой, у меня не осталось времени для размышления о том, что случилось с Изабеллой или почему Эш так не преклонен в том, чтобы мы держались подальше от этой супружеской тщеты. Все-таки они кажутся хорошими людьми, несмотря на всю эту известность. Конечно, несколько лет назад гулял один слух о том, что он был вовлечен в какой-то деловой скандал, но как и любая сплетня, которую раздувают на пустом месте средства массовой информации, дальше этот слух не разовьется и в конечном итоге просто сойдет на нет. Многие из таких слухов определенно отнеслись к мужу, но я сомневаюсь, что такая женщина как мисс Райт выбрала бы его, не будь у него никаких сильных сторон. Хотя сама мисс Райт она не настолько плоха, какой выглядит в глазах прессы. Бульварные газетенки выставляют ее в неправильном свете без всяких сомнений. Для той, кто родился в богатой семье, я ожидал, что она будет совсем не такой. Помимо прочего, меньше всего я ожидал от нее готовности завязать дружеские отношения, но вот пожалуйста. Хотя почему удивляться, что живя столь публичной жизнью под фамилией Райт, эта женщина часто получает оплеуху от судьбы. Я не могу не сочувствовать и она по-настоящему хороший человек, если дать ей шанс проявить это. Черт возьми, да она могла бы подружиться даже с Ребеккой и Изабеллой, если бы их миры не были диаметрально противоположны. Возможно. Звуковой сигнал быстро возвращает меня в реальность, прежде чем мои мысли забретают дальше. Так. Одним оточенным движением я бережно помещаю сырой оттис, который держу в руках на сушильный стеллаж и легким шагом направляюсь к импровизированной фотолаборатории, чтобы достать последние снимки из водяной бани. Внутри в виде видоизмененного шкафчика для метел стоит проявочная машинка, она дает очередной мягкий щелчок и становится в режиме ожидания. У ее выходного отверстия на поддоне лежит одинокая фотография, едва видно из-за недостатка света. Это последняя из-за сегодня, из-за запрошенного мисс Райт от комплекта. Обычно я не имею такой привычки, а давать снимки я имею ввиду. Это плохо для бизнеса и не имеет значения насколько вы доброжелательны или щедры. Почему? Однако это исключение. Она хорошо ко мне относилась и была приятной к собеседнице на протяжении всей съемки. Ага. Короче, друзья, если бы мы с ней плохо это, он бы, наверное, не отдавал вообще эти, как они называются. Почему-то тут ничего больше нету. Так, отношения с Изабелой вообще офигенные. Это классно. Так. Так, где мы остановились? Так, это плохо, однако исключение на хорошо. Даже если бы она не просила, я бы, наверное, отдал бы ей парочку снимков за просто так. Миссис Райт в качестве тематики это само по себе не так уж плохо. И, возможно, мне только так кажется, но для того, кто имеет столь многое, многое, все деньги мира любящего мужа и довольно большой особня, которую можно назвать домом, она одинока. она не просто кажется такой, это проявление в тоне ее голоса, в том, как она движется и больше всего в ее улыбке. Он, даже он это понял, всегда скрытая за внешним лоском, чтобы мир никогда не увидел. порой для таких людей, как она, такие мелочи приносят пользу. Маленькие напоминания о том, что этот мир может быть добрым. Вода капает с бумаги, когда я вслипую, подбираю ее, аккуратно кладу на другой поддон с добром количеством смочевателя. Мне кажется, что он сейчас увидит где-то какой-то хоррорный момент, ну, какой-то хоррорный или фотку хоррорную или типа такого, потому что, блин, ну, каждый из них какой-то видит такой момент. Несколько секунд под раствором, это все, что требуется передовое сыхание. Ничего хорошего, спешки на последнем этапе не получится, даже если мое тело уже вопит о том, чтобы хорошенько прикорнуть, короче, поспать. Моя рука на ощупь ищет выключатель, знакомо двигается по направлению к нему, пока другая вылавливает валик среди кучи инструментов в ящике. Лампочка мерцает дважды, прежде чем загореться, окончательно разливает мягкий свет в маленьком пространстве, когда я перевожу взгляд обратно с валиком в руке, готов закончить процесс и наконец-то лечь спать. Какого черта? О, я же говорил, ее голова исчезла, она не исчезла, она раз, раз это, раз, что-то я не пойму, распласталась, скорее, размытой, искаженной до неузнаваемости, полностью размытая область, не оставшаяся ни следа той нежной улыбки прекрасной женщины, что прослеживалась на всех ее прежних снимках. Черт, это было слишком беспечно. Он сейчас подумает, что это он, короче, там, что-то накрутил со смачивателем или типа такого. Распространенная ошибка среди тех, кто столь небрежен, что подбирает свежеиспеченные фото в темноте, что я, очевидно, и сделал. Такое случалось раньше множество раз, если на чистоту, но все же я не мог не почувствовать легкий укол разочарования из-за одной ошибки, типичной для дилетанта. Со вдохом я снова тянусь к выключателю, набереваясь обработать новый снимок с нуля. Однако этот снимок мог бы подойти из-за те сверхъестественные фотки, что показывают по ТВ. В памяти что-то щелкает одна беглая мысль в море других и короткая, но четливая секунда из вчерашнего дня. Это было лишь мимолетное введение, но оно словно бы выжглось в моем разуме. Там была тень. О, вот, пожалуйста. Нет. Вот она, доки-доки. Глянь, какая тень. Ужас. Женщина. Ей 20 или немного затризать, наверное. Но из-за того, что стало с ее телом, невозможно определить ее возраст с первого взгляда. Ее кожа приобрела болезненный бледный оттенок, загнивающий почти на всех участках и поражающий тело. Кровь стекает из каждой открытой раны. Костлявые руки, сжимающие шею мисс Райт, словно затягиваемая петля, окрашивая кожу под ним, дрожащим оттенки багрянова. В глазах блестит ничто иное как злость. Закари? Не на меня. А на миссис Райт? Зак, что-то случилось? О, не-не-не, ничего такого, просто вспомнил кое-что, вот и все. А, он увидел уже тогда. Давайте вернемся к съемке. Можете продвинуться немного левее, хорошо? Вот, от одного, от этого воспоминания меня начинает тошнить. Тогда я просто отмахнулся от этого. Обман зрения говорил я о себе или последствия жары. Погода была неожиданно теплой, так что в этом нет ничего удивительного. И на возложить вино на то, что привычное, на переутомление, на загруженность мозга, на погоду или на дилетантскую ошибку с моей стороны куда более допустимо. Но он там ее долго видел, не секунду уже. В этом имеется намного больше смысл, чем в том, что шепчет внутри головы слабый голос. Тот самый едва уловимый голос, который дает о себе знать только в те моменты, когда что-то нечистое, тот самый голос, что заставляет с любопытством выслушивать опасения Забелы насчет особняка. Бормотание в моей голове становится только громче. Кто-то должен знать. И вот показать снимок Хани или Эшу, друзья. Мы тут, я не знаю, что мы выберем тут. Так что вот такие вот дела. На этом наша серия заканчивается. Серия была очень длинная, ну, в принципе, как и обычно, потому что тут меньше и нельзя брать, потому что это новелла. И с вами был Bloodlinis. Да, тянем мы, конечно, нормальненько, но я надеюсь, вы поставите свой лайк и, я не знаю, если хотите, можете поддержать в донатиках. Всего хорошего. Ждите следующую серию. Я думаю, она будет скоро. Ну, я постараюсь так, чтобы была она скоро. Буду подгонять лесу, а лес меня будет ненавидеть за это. Все. Хороших вам снов или я не знаю, что вы там собираетесь делать. Вот. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok